Пусть есть какая-то гора, на которую альпинист за сутки, ну, например, ночью начал восхождение, и за сутки, наверное, за 24 часа. И затем, на следующий день, он за те же сутки спустился вниз. А вопрос такой, что есть какой-то момент времени и какая-то точка, что он был в одной и той же точке в один и тот же момент с разницей в сутки. То есть, что есть место, где он был или она была с интервалом в 24 часа. Ну, это стандартная задача, наверное, многие из вас знают, но кто не знает, может объяснить, почему такое место всегда есть. Ну, объясните, кто-нибудь. Ну, давайте. Возьмем какую-нибудь высоту. Ну, то же самое, как и с почей. Да. Надо этот разу посмотреть расстояние на процессе пересечения. Да, ну, это немножко не очень хорошо, потому что он мог делать привал на каком-то месте. Если он делал привал, то не очень понятно, что считать моментом времени. Если мы будем брать там первый момент времени, то тогда может быть скачок. Надо как-то, как-то... Ну, идея, конечно, совершенно правильная. Надо чуть-чуть более аккуратно сказать. Да. Ну, давайте, как через среднюю скорость. Ну, у него была какая-то средняя скорость, когда он поднимался. И была какая-то средняя скорость, когда он спускался, направленная в другую сторону, потому что вниз. Но так же самое повеличенел, потому что он за первые сутки и за вторые прошел туда и обратно. Если учитывая века, то, по сути, что если он за одинаковое время поднялся и спустился, значит... Да, одинаковое время поднялся и спустился. Значит, по сути, средняя скорость будет одинаковая. Средняя скорость одинаковая. Значит, все-таки, и, по сути, если мы будем делать те же самые манипуляции, что из площади, то мы найдем моменты, где будет... Но, все-таки, почему... как это связано с средней скоростью? А что, у вас есть как-то исправление? Да. Возьмем две прямые, которые разъемеет х. Х равняется... какой-то n и х равняется... Сейчас, почему? Вы предлагаете, видимо, построить график. Значит, давайте, какой график? График зависимости высоты от времени. График зависимости высоты от времени. Значит, как он выглядит? Вот у нас время. Вот. Вот на времени есть первые сутки, есть вторые сутки. А вот высота. Значит, мы начали здесь. Как-то... Ну, может быть, даже в некоторый момент был привал, там. А потом как-то спуститься. Еще спускаться могли по другому графику, потому что вниз, там, может быть, идти легче, чем вверх или наоборот. И чего? Возьмем прямую y равное n. Ну, n это прямая. Возьмем прямую y... y равное... Ой, x равное n. x равное... А n это что? n это 34. А, то есть это вы хотите взять первое. Хорошо. Ну, вот x равное n, это такая вертикальная прямая. x равняется... Да, x равняется 24%. Да, то есть вот у нас два момента, значит, вот это первые сутки, это вторые сутки, а вот два момента времени, которые отстоят на 24 часа. Хорошо, и чего? Подвигаем влево. А что нам нужно найти? Вот этот, вот скажем, это, нам не подходит. Да, две точки. Потому что в этом случае мы были при подъеме выше в этот момент, чем в лиспуске. Нужно найти такой момент, когда две точки трещины будут на одной высоте. Да, нужно найти, так вот, у нас как бы этот интервал мы двигаем влево-вправо, сохраняем, что он 24 часа. И надо найти такой момент, когда две точки будут на одинаковой высоте. И почему же такой момент удастся найти? Ну, потому что самый полезный момент, который мы можем вывезти. Значит, если этот интервал мы поместим сюда, то так как правый конец выше, чем левый, да, и если переместим совсем вправо, то левый конец выше правого, потому что мы как раз спустились. Значит, разница между правым и левым концом за эти 24 часа вначале была положительная, потом отрезательная. Значит, есть какой-то момент, в который она должна была пройти через год. Вот такая вот, такое вот рассуждение. Ну, можно на самом деле даже так объяснить это немножко нагляднее на картинке. Вот у нас есть график вторых суток. Этот же график, просто сдвинутый, ну, то есть, чтобы повторим его, как, забыв, что это вторые сутки, просто нарисовав вот ту же самую левую здесь. Что тогда дальше надо сказать? Вводит в существую точку пересечения. Эта кривая поднимается вверх, а эта кривая спускается вниз. Значит, разность между ними сначала была положительной, потом отрицательной. И значит, они где-то пересекнутся. И... да. Тогда дальше получается, что начало спуска до этой точки пересечения... Значит, берем точку пересечения. Да. От начала спуска до этой точки пересечения. То есть, ну, эти две точки на двух графиках, эта точка пересечения, соответствует моментам времени, которые отличаются ровно на сутки, потому что мы сместили кривую и нарисовали здесь. Я в том сказать, что расстояние от начала спуска до точки пересечения, когда мы спускаемся во второй день, и от начала, и от точки пересечения до конца подъема. В сумме тогда дают один. Один — это что? Это высота, в общем, обозначает через один. Или... расстояние вы говорите по высоте или по времени, или по... По времени дает 24. А! Вот это расстояние и вот это расстояние в сумме дают 24 часа. И значит, если мы посмотрим на эту точку здесь, то вот это расстояние будет как раз вместе с этим расстоянием, да, 24 часа. Поэтому, значит, вот как раз это искомый момент времени, который был. Вроде мы разобрали вот несколько примеров.